Добрый день, коллеги! Рад приветствовать вас на замечательном мероприятии. С радостью отмечаю, что проходит оно в моем родном городе. И рад, что такие мероприятия проводятся уже не первый год. Рад, что участвую. И сегодня речь пройдет про такую крайне распространенную в разработке вещь, как API. Кто в своей работе использовал API какую-либо? Поднимите руку. Я думаю, можно поднимать смело всем. То есть фактически любая инфраструктура, любой язык программирования — это API. Со всем барахлом, который поставляется в виде библиотек. Кто из слушателей когда-либо писал то, что потом было предоставлено как API для других разработчиков? Прекрасно. Тогда я надеюсь найти понимание в аудитории, потому что задача эта крайне интересная. И в основе своей не только программирование затрагивающая, но и довольно большое количество неких организационных вопросов. Ну, во-первых, само название доклада, оно провокационное. Любой API — это то, что должно быть зафиксировано, документировано и поддерживаться какое-то количество времени в стабильном состоянии. Иначе пользоваться им будет невозможно. Живой API — это название того процесса, который происходит в любом стартапе, в любом проекте, который довольно бодро развивается и начинает работать с внешними разработчиками, с клиентами по программным интерфейсам. Каждый облачный сервис, а речь сегодня преимущественно пойдет именно про API в рамках именно облачного сервиса, это прекрасная и удобная вещь, отдельно стоящий, очень красивый и удобный сервис, привлекает внимание, отлично, если продается. Но, когда клиент подключает себе уже, например, пятый, восьмой, десятый облачный сервис и вручную гоняет между ними какие-то данные, это начинает превращаться в ночной кошмар. Ситуация радикальным образом меняется, когда между этими сервисами существует какой-либо механизм передачи данных или управление. Когда клиент, подключаясь к одному из сервисов, получает фактически в распоряжении целую поляну возможностей, на которых он может подключить какую-то возможность, может оплатить один, второй, третий сервис. Достигается все это с помощью программных интерфейсов и с любым сервисом облачным, который умеет делиться данными. Из личного опыта, скажу, сразу появляются желающие этими данными либо делиться, либо передавать эти данные на сервис, то есть строить свои собственные решения какие-то. И любая интеграция с другим сервисом каким-то, она автоматически тащит тех клиентов, которые раньше сомневались, но в настоящий момент подумали, что это им теперь выгодно, полезно и крайне нужно. Кроме того, создание программных интерфейсов для облачного сервиса влечет за собой появление целой инфраструктуры, некой экосистемы, которую, естественным образом, образуют разработчики, которые свои решения, пусть даже небольшие, но начинают строить на базе программных интерфейсов для облачного сервиса и этим зарабатывают свою небольшую денежку, автоматизируя своих заказчиков. Так как речь пойдет в первую очередь про облачную учетную систему, на основе которой я и попытаюсь рассмотреть то, каким образом API может быть построен, какие проблемы в построении могут возникнуть, то в пределах той самой облачной учетной системы, на примере которой мы будем этот вопрос API рассматривать, основные процессы очень простые. Фактически это… Так, все надписи пропали, но проговорю голосом. Самое главное – это накопление первички, то есть введение документов, возможности счета, отгрузки, приемки в неком интерфейсе создавать, изменять, удалять и получать из всей этой первички какие-то цифры, либо, например, передавать их в какую-то другую систему, в облачную бухгалтерию, либо эту первичку получать, например, из банковской системы, либо, используя какую-то облачную кассу, там, место работы кассира, собирать уже первичку с розницы. Кроме того… Естественным образом, облачная учетная система работает с интернет-магазинами, где тоже достаточно простой механизм обмена – это получение заказов из интернет-магазина и отправка в интернет-магазин остатков по товарам. За те восемь, за девять теперь уже лет работы моего склада мы обросли огромным количеством интеграций, которые позволяют обмениваться данными, которые позволяют работать с банками, проводить оплату, в общем, там, использовать внешнюю телефонию. Данный слайд – это не более чем пример того, что облачный сервис выигрывает в первую очередь от того, что использует API большого количества других облачных сервисов, и клиентов привлекает именно возможность использования сразу нескольких систем в одной связке. Предоставляет мой склад возможности обмена данными по перечисленным протоколам. Исторически они образовались с небольшими особенностями. Сейчас пару слов об этом позже. Практически с самого начала, с самого старта проекта появилась возможность выгрузки всех данных в формате XML. Больше это было политическое решение для того, чтобы пользователь имел некую возможность выгрузить все данные. То есть, если вспомнить 2008 год, облачный сервис для большинства пользователей предоставлял собой некий, ну, довольно странный случай. Где-то в интернете хранятся мои данные, и в этом политическом вопросе мы пошли, как бы, немножко впереди паровоза, и вся эта инфраструктура фактически послужила прообразом всего остального API. Построено это было на JaxBee и запускалось не более чем ручным экспортом из интерфейса. То есть, API им фактически не было. И в 2008 году мы стали сотрудничать с Rusagro, проект с которым послужил неким паровозом для появления уже полноценного API. Ну, точнее, зачаточном режиме, опять же, потому что обмен проходил пересылкой, путем пересылки данных в виде большого контейнера, файла, где были свалены все данные по всем типам документов, пересылаемых между системами. И, опять же, полноценным, удобным API им назвать это нельзя, но фактически это вот та ручка, с которой все началось. И, наконец, в 2010 году начали сотрудничать с... Точнее, не то, чтобы начали сотрудничать, был проект именно в течение 2010-2011 года, во время которого мы пытались построить общую систему с буксофтом, но, к сожалению, не взлетело. Зато в процессе интеграции у нас появился полноценный API, который был уже построен как REST-сервис обмена, где отсутствовали всякие вольности в виде обращений к каким-то операциям в виде РПЦ. Все общение с сервисом, с API им было приведено к стандартному для REST-а режиму, где в строке запроса содержится существительное название, и операция, которая с ним производится, задается с помощью HTTP метода get, post, put, delete. То есть, добавив к этому еще фильтрацию по updated, мы смогли построить репликацию между двумя системами, и взлетело, в общем-то, это все уже в 2010 году. В 2010 году появился API для выгрузки остатков. Фактически этот API подсоединен к ядру системы, то есть весь тот набор компонентов для работы с документами, работы с перевичкой, кружится вокруг ядра, которая собирает цифры для пользователей, остатков себестоимости, и, грубо говоря, это то value, которое система предоставляет рынку. Этот API до настоящего момента практически не поменялся, и его востребованность, в общем-то, это признак востребованности, то, что он генерирует самый большой объем данных в обмене. Итак, теперь об ошибках, которые допустили в процессе построения API. Тут уже самое интересное. Первое, это то, что JAX-B разметка была сделана напрямую на энтити бины, используемые гибернейт для общения с базой, и непосредственно на эти же бины была сделана JAX-B разметка. Эта ошибка вылезла практически сразу, и любое обновление структуры данных приводило к необходимости срочного уведомления всех, кто API использует, либо построение костылей, которые бы позволяло обеспечить совместимость с предыдущей структурой данных. Ошибка номер два. Является больше, наверное, ошибкой организационной, потому что из-за того, что API у нас произрастал как не основной проект, нечто дополнительное, по этой причине не было с самого начала определено, какую часть продукта API должен представлять, является ли это важным, неважным. Поддерживали для совместимости с частью клиентов, которые с ним уже начали работать. Довольно долгое время количество клиентов было довольно небольшим, для совместимости не превышало где-то 5-4% от общего количества. Поэтому внимания на API обращали немного. Сделанная в свое время универсальная фильтрация не была обойдена вниманием, и нас стали использовать как бэкэнд. Чем это обернулось? Та нагрузка, которую мы планировали при расчете своих мощностей, она стала, она была превышена довольно радикально, и этот скачок нагрузки был обусловлен тем, что на нас фактически были переведены запросы с фронтендов наших клиентов, которые запросы к нашему бэкэнду отправляли непосредственно с UI своих интернет-магазинов. Такая ситуация не запланирована, и для нас была большим сюрпризом. В первую очередь по той причине, что предоставление услуги такого рода должна требовать другой тарификации и предоставления другой услуги. И, наконец, следующая ошибка. Из-за того, что IP развивался, опять же, не как основной продукт, внимания на него обращали мало, и документация и схема по API производилась и публиковалась по остаточному принципу через реверс инжиниринг. Это мешает разработке в действительности. То есть, несмотря на то, что такой путь кажется гораздо более простым, он не позволяет наладить работу по контракту, когда есть некий компонент по запланированной, спланированной, с некой схемой, с предустановленными какими-то условиями работы. И разработчик реализует этот компонент в соответствии с этой схемой и задачей. Тестирование проходит в соответствии с этой схемой. И в результате клиент получает продукт, который полностью соответствует тому контракту, который был задуман аналитиком. Реверс инжиниринг на рынок выбрасывает продукт, который просто есть. Вот он получился такой. Со всеми костылями, со всеми дополнительными вещами, совершенно иной раз ненужными. Ну и четвертый. Наверное, это в наименьшей степени повлияло на развитие. Больше эту проблему представляет в плане понимания самого API, наполненности его функциями и востребованность для клиентов. То есть без возможности регулировать регистрацию приложения, регистрацию клиентов, API теряет в дальнейшем планировании, так как анализировать существующую ситуацию становится невозможно. весь поток запросов, которые приходят через API, можно проанализировать не более чем как лог, там, в Ginksy, например, или там лог-аппликейшн сервера, что не позволяет никак не выделить предметной области, какое приложение использует больше. Ну, единственное, что разбить по пользователям и подписчикам. И в 2015 году запустили проект для того, чтобы привести в порядок все вопросы, связанные с API, потому что к 2014 году спрос уже на существующие API стал представлять собой довольно существенную такую часть бизнеса. И в 2015 году запустили проект, выбрали в качестве формата API, отказались от XML, выбрали JSON и стали строить его уже в соответствии со всеми теми особенностями, которые для себя выделили при реализации предыдущей версии. Во-первых, это возможность пользователю видеть метаданные в самом ответе, которые он получает. Это подход с помощью H2As. Реализован, здесь даже, по-моему, кусочек виден, да, вот блок мета фактически содержит готовую ссылку на этот объект, позволяет сразу же на него осуществить навигацию. Второе, и, наверное, второе даже это нужно было поставить первым, это версионирование, возможность управлять версиями, что позволяет новую версию разрабатывать без необходимости каким-то образом затрагивать существующее приложение и нарушать обмен у пользователей уже налаженный. Схема как контракт и написанная по ней документация. Схему пишем на основе API Blueprint. В принципе, есть несколько вариантов по рынку. Из них остановились API Blueprint и RAML, но в конце концов остановились именно на API Blueprint, как на более удобном. Сразу закладываем в версии для JSON API такую возможность как обмен большими документами. Проблема с большими документами в том, что если мы обрабатываем, например, большой документ с количеством позиций больше 4-5 тысяч, это какая-нибудь инвентаризация, например, то это становится проблемой для сервера, это длинная транзакция, это длинный HTP-запрос, все очень нехорошо. Для реализации такого сценария построили специальный механизм, который позволяет обновлять документ частями и управлять позициями этого документа, отправляя их на сервер, либо обновляя частями. репликация это уже как бы копировано с предыдущей версии API, ну и лимиты по нагрузке как наследие того, что было, на что наступили в предыдущей версии. По следующей как бы в качестве дальнейшего развития это OAuth и регистрация приложений пользователей и идентификация по каталогу пользователя. Там по идентификации будет немножко позже слайд, на нем останавливаться не буду. Подытожу, какие задачи решаются с помощью нашего API, это фактически репликация, обмен данными с интернет-магазинами, с учетными системами, получение расчетных данных, про бэкэнд думать не хочется, потому что это проблема до сих пор в принципе. Ну и на основе API наш генеральный директор в свободное время написал бот для телеграмма о чем написал даже в фейсбук, потратил 4 часа. Ну в общем достаточно просто и быстро. Далее статистика по старому API. В настоящий момент компаний подписчиков 400, пользователей 600. Самое интересное это общий трафик дневной, который генерирует RAS-сервис. Это 200 гигабайт данных. Далее сейчас вы видите суммарную цифру, станет понятно соотношение между данными и количеством запросов. JSON-API сейчас уже используется с мобильными приложениями нашими, поэтому из этих 900 компаний подписчиков в общем-то настоящих использующих API как API штук 100, наверное, все остальные это мобильные приложения. Ну и довольно гомеопатический трафик по ним идет. В целом в онлайне работает 6000 подписчиков, это около 10 тысяч пользователей одновременно. и генерируют они за сутки около 300 гигабайт. Если сравнить с тем, что гонит сервис для обмена данными Рестовый, в общем, большую часть трафика составляет именно обмен данными по остаткам. Это причем не соответствует количеству запросов. То есть довольно востребованный сервис с большим объемом. возможно кто-то прослушав первую часть исторического экскурса задастся вопросом зачем для сервиса несмотря на то, что вроде бы выгодно контактировать со своими соседями зачем нужно строить API? Ну, в первую очередь как это ни странно для понимания той ценности которую ваш продукт ваш сервис несет рынку. Если оно было с самого начала я могу вас только поздравить это прекрасно. Зачастую проект запускается как некая интеграция нужная там или здесь а в дальнейшем возможно ставшие востребованные для знакомых десяток клиентов потом первые сотни и все прекрасно но при этом теряется а что же рынку предоставляете то есть какую задачу вы решаете по рынку для клиентов второе и самое наверное для зарабатывания денег важное это экосистема которая притягивает новых клиентов за счет тех разработчиков которые овладели уже API сервиса и предлагают его своим клиентам как возможность решения каких-то проблем то есть вас продают как бы бесплатно у вас появляется целая армия продажников видеопрограммистов ну и в конце концов писать API это интересно как и всякий серверный код когда решаете вопрос о том какой value ваш API несет для сервиса с точки зрения маркетинга крайне полезно ну пусть даже и разработчикам понимать какое место API занимает в продукте один вариант это когда API является сам продуктом как пример можно привести например Vox Implant то есть ребята построили прекрасный сервис для телефонии который сам по себе то есть снаружи он для клиентов недоступен он фактически API который можно использовать в полной мере подключаясь к нему как разработчик это API как продукт второй вариант это когда API публикуется для продвижения продукта как некая реклама в этом случае крайне важно не упустить момент когда вас API начинает тянуть на дно требуя поддержки все больше и большей степени и например клиент уже воспринимают этот API как часть продукта тут важно голову переориентировать и успеть понять какой вы API отводите в дальнейшее место в разработке и проекции продукта это как раз наш вариант когда в продукте те возможности продукта которые интересны пользователям они фактически спроецированы на API по обмену данными и ничем не отличается в плане продвижения и интереса для рынка какие еще себе вопросы необходимо задать когда построение API упирается уже в вопросы траты денег внутри продукта для кого будет построен какая целевая аудитория и собственно какую задачу пользователь будет решать желательно это прописать буквально словами потому что именно эти слова в дальнейшем придется говорить вашей службе поддержки поддержки сервиса если пользователь задается вопросом что он может с этим API решить ну и наконец как зарабатывать на API зачастую это риторический вопрос к сожалению если клиент если пользователь сталкивается с неким API то очень важно понимать что именно пользователю разработчику может мешать начать использовать этот API во-первых это сложная и противоречивая схема обмена схема данных и схема обмена во-вторых это идентификация элементов данных когда у пользователя свой каталог на сервере там где работает API свой каталог и соответствие между идентификаторами каким-то образом нужно протащить до начала работы это действительно серьезная проблема если особенно существует достаточно большой объем данных и сложная структура формат обмена и URL ресурсов ну это наверное больше запутанности и противоречивости схемы данных несоответствие запросам когда API решает только какую-то эпизодическую задачу но полностью решить проблему пользователя не позволяет ну и отсутствие документации традиционно на последнем месте потому что если API действительно может каким-то образом разработчику помочь заработать денег на клиенте он обойдется без документации но документация это конечно гораздо лучше если она есть если клиент уже начал работать с API и интеграция решает полностью его задачу помешать ему использовать продукт со стороны API может только ну в общем-то два момента это частые перебои в работе и частая схема версии с схемы то есть необходимость быстро вносить изменения все остальное как может показаться важное практически влияние на то каким образом работают клиенты с уже подключившиеся к API не оказывает после того как API в проекте запущен все вопросы решены ни в коем случае аналитическую работу оставлять и заканчивать не нужно то есть обязательно необходимо клиенты и с клиентами нужна обязательно обратная связь это серьезные проблемы в облачном сервисе потому что в большинстве случаев клиенты работающие с облачным сервисом на контакт идти готовы в гораздо меньшей степени чем на каком-то заказном продукте обязательно необходимо следить за нагрузкой средства мониторинга без них никак не обойтись так как можете оказаться в ситуации когда нагрузка на компоненты API скокнет совершенно непредсказуемым образом наконец определить лимиты в которых в рамках которых вы предполагаете работу своих клиентов мониторить эти лимиты и предотвращать их превышение и обязательно необходимо мониторить востребованность API для того чтобы не поддерживать годами то что например уже никоим образом не используется не запрашивается и не интересно никому кроме поддержки самого сервиса когда весь этот груз кода тащит за собой любое изменение в архитектуре плюс еще поддержка operations поэтому лишний API лучше убирать какие лимиты могут быть использованы при работе облачного сервиса само собой это количество запросов в секунду это количество одновременных запросов это количество элементов объектов в одном ответе или в одном запросе и количество байт в ответе и в запросе чем меньше запрос тем легче его обрабатывать поэтому количество объектов и объем байтов в запросе тут логика очень простая лучше много маленьких запросов чем один большой который будет держать сервер ну наверное тут кроме вебсокетов там нагрузки практически не генерирует а если запрос связан именно с передачей данных и с обработкой чего-то то лучше его завершить как можно быстрее зачем лимиты поддерживать и применять иллюстрирует вот эта небольшая картина в декабре 15 года был опубликован в свободном доступе API для доступа к нашему библиотека опубликована для доступа к нашему API опубликовала ее Retail CRM стали довольно активно использовать ее и вот тот скачок на который показывает стрелка слева это то что привело в полнейшее изумление наш сервер который обслуживает API и продлилось оно примерно неделю пока не разобрались с тем что именно эту нагрузку генерирует это в общем-то как раз те самые запросы транслируемые с фронтов у клиентов когда когда всю нагрузку съела примерно около 50 клиентов боролись с этим поборолись с этим очень простым образом запретили ввели лимит на количество одновременных запросов то есть с одного пользовательского с одной учетки можно одновременно держать в процессинге не больше двух запросов этого более чем достаточно для работы в режиме репликации когда компания обменивается данными в пакетном режиме как пришли мне то что изменилось за последние там не знаю 20 минут а те кто хотел использовать в качестве фронтенда сервис в общем-то они на этой позиции остались но с этого момента они просто стали больше соответствовать тарифам потому что ввели в свои программные средства работу по нескольким учетным записям чем в общем-то стали больше соответствовать нашей тарифной политике ну и последний слайд это как раз про идентификацию эта проблема в общем-то больше связана с началом работы когда клиент только запускает интеграцию с каким-то сервисом через API вынужден слать свой каталог данных например товары там контрагенты какие-то засылать их на сервер получать в ответ идентификаторы и только по этим идентификаторам работать в дальнейшем то есть необходимо клиенту на своей стороне поддерживать фактически и свой каталог идентификаторов и все что он принял со стороны сервера это в принципе более чем решаемая проблема и можно затачиваться либо на идентификаторы клиентов либо на распознавание сущностей через их имена неуникальные либо какие-то иные поля там не знаю какой-то код артикул что-то типа того и наконец наверное последняя ступень которая в развитии API имеет смысл делать это использование и построение каталога приложений каталога разработчиков который позволяет понимать в какой области разработки наибольший спрос имеет ваш API для чего он используется в большей степени кому интересен и позволяет довольно гибком виде управлять тарификацией управлять нагрузкой на этом содержательная часть закончилась если есть вопросы то спрашивайте ответ здесь наверное ситуация тут немножко другая изначально сам компонент для обслуживания API был построен таким образом что он был ориентирован на репликацию данных под него были отведены соответствующие ресурсы и предполагалось что входящий в соответствующий тариф подписка на API позволит его использовать тот скачок который произошел он в первую очередь был свидетельством того что за те же небольшие деньги за то что входит уже в подписку пользователь стал потреблять гораздо больше ресурсов в принципе достаточно было поставить под него расширить примерно в два с половиной раза количество серверов которые работают это закрыло бы проблему сразу но такой подход он как бы маскирует те потери финансовые которые возникают из-за несоответствия между тем что планировалось и тем что в конце концов получилось в итоге в общем-то и пользователи оказались вполне себе довольны ну и до сих пор эта интеграция как как с бэкэндом полноценно работает потому что в библиотеке которую используют клиенты появилась возможность указать не один пользовательский пользовательскую учетку а там любое произвольное количество и они просто в несколько ниток делят нагрузку совершенно верно я тут спорить не буду оно просто в настоящий момент мы это не воспринимаем как то что продаем то есть возможно в дальнейшем это действительно станет настолько интересно что будет частью бизнеса уже пожалуйста в старом xml это все выводилось с одной большой одним большим объектом там нельзя было этим управлять в новом появилась возможность точнее в новом выводится только поля которые относятся к первому уровню вложенности и добавлен добавлено ключевое слово expand параметр который можно указать в строке запроса указать какие поля нужно экспандить в этом случае внутренние коллекции или внутренние поля раскроются до двух уровней не больше можно спросить объект например товар потом можно спросить коллекцию штрих-кодов по нему потом спросить ну там обычно штрих-коды это в код наплакал там немного да совершенно верно ну вот для позиции документа например которые может там до десятка тысяч позиции в документе какой-то большой инвентаризации там актуально получать его частями то есть если в старых в старой реализации мы должны были как-то это все выгрузить потом как-то отправить в новой реализации забили лимит на внутреннюю коллекцию не больше ста штук и все остальное можно выгрузить через дополнительный ресурс уже постраничным получилось получилось я понял в принципе именно блупринт был выбран из-за того что он генерит в наибольшее в наиболее адекватном состоянии документацию и позволяет генерировать тест-кейсы пока тест-кейсы на тестирование API как бы в продакшн ну не в продакшн в регулярной работе не выведены но это вот собственно то что следующим шагом вот поэтому его не выбрали мы поэтому выбрали API блупринт есть генерить доку генерить клиента генерить там есть генерация клиента под PHP под Яву то есть там довольно много то есть самая развитая экосистема вокруг API блупринт это в действительности как это тот самый реверс инжиниринг фактически свагер ну то есть он не позволяет по контракту наладить разработку если API блупринт сначала написали схему потом сделали тест в обратную с моей точки зрения это правильнее да ну да в итоге из обратной совместимости приезжает в Rammel там в свагер ну в любую схему сгенерированную по готовому API то есть если API готов например из JAXB давайте сгенерить из JAXB аннотации то что у нас должно приезжать в итоге получаются все те вещи которые должны быть скрыты или каким-то образом появились как костыли все это приезжает в API в API можно но в этом случае гораздо выгоднее писать контракт которому должен следовать разработчик которым должен следовать писатель документации которым должен следовать тестировщик то есть чтобы из подня не торчало наружу там схему можно указать схему то есть схему в формате JSON по-моему нет нет я думаю что расширение там написать не так сложно но именно придерживаться того подхода когда есть контракт для разработки понятно да не на отдельные аккаунты если аккаунт хочет продолжать дальше работать в таком режиме он вынужден оформить еще несколько учетных записей пользователя проблем как ни странно лежит в том что у нас оплата сервиса идет как там все хуже там все связано с налогообложением потому что при оплате лицензии например это дело достаточно просто а если продавать его с НДС как обычный товар как это у нас делается то там есть много интересных особенностей связанных с тем как дополнительные услуги или тарифицировать в живом виде когда услуга накапливается ну например за месяц не фиксированная а то есть вот он по факту накопил и в этом случае работа нашего бэк-офиса превращается в адский ад я тут даже спорить не буду это реализуемо и представимо вполне но другими ресурсами и для себя решили что именно на подобную деятельность в настоящий момент мы тратить не готовы ресурсы все дело в этом я понял для себя решили что это не особенно большим спросом и неинтересно потому что это мало чем отличается от возможности вытащить коллекцию например одного второго третьего типа и нам это выгоднее с той точки зрения что к нам придут три маленьких запроса а не один большой то есть это память это сеть держать это все проще я понял запросов от клиентов у нас подобного рода не было вообще это было в плане разработки решили что пока мы это не делаем то есть можно обновить частями то есть прислать не весь объект что было кстати большой проблемой в предыдущей версии то есть там отсутствие поля трактовалось как нал в нем и привет то есть нужно на стороне клиента держать все то барахло которое у нас лежит позгриз привет Олегу Грутанову нет вполне себе нормализованно довольно сложная получилась база в общем-то это тоже как наследие прошлого некая проблема ну по-разному есть многие ко многим то есть там для связи документов там в общем вполне себе многие ко многим документы в основном это документы а все остальное это вокруг них это код это то что соединяет в себе клиент этот контрагент организация склад и позиции товаров с числами ну здесь он не как прайс лист трактуется а как да то что изменяет остатки ну то есть это документы которые двигают остатки там в плюс минус от клиента ну через веб через веб соответственно это кнопочки и формочки там все красиво а через API это JSON не я говорю интерфейс то есть для клиента то есть самого сервиса это там красиво а если через API это либо JSON либо XML ну а там это тело запроса и все в соответствии с ростовыми правилами пост get тут все такое пожалуйста там можно хранить IDшники только одного фактически магазина есть один нюанс связанный с тем что для хранения вот этого внутреннего идентификатора используется одно поле их нельзя разделить сказав например что вот это одна доменная область а вот это вторая доменная область и в итоге если обмен ведется по одним и тем же документам и товарам с разными интернет магазинами это становится проблемой пожалуйста стыдно сказать никак то есть вся проблема как раз предыдущей реализации API в том что это была одна версия размазанная в прыжке вот в новой реализации мы сразу заточились на то что версионность мы поддерживаем на уровне URL то есть URL представляет собой название версии и вся деятельность пользователя протекает именно внутри вот этого URL если он например устарел выдается соответствующий заголовок пользователю то есть это за какое-то время если отключен если отключена версия то соответственно выдается там ответ если я не путаю 410 по-моему ган то есть все пропал ну там несколько есть подходов к версионированию там есть возможно через URL либо через заголовок ну в самом теле ответа задавать версию ну есть еще и в самом теле запросы данные передавать с указанием версии мне кажется это чрезмерно избыточным нет нет мечта об этом как раз послужило позывом к тому чтобы построить API для розничной точки то есть у нас есть интерфейс через который работает продавец как бы посттерминал в браузере для него там построено ну как обычное GVT приложение работает с RPC методами ничем не отличаясь от основного приложения рядом сейчас строится POS для iOS который работает уже через API полностью и в плане следующий шаг это перевести построить следующую версию уже браузерного POS полностью на тот API который для iOS построен тогда они будут работать на одном API и будет небольшое счастье но там есть довольно большое количество особенностей связанных с тем что через API работающий в режиме репликации не всегда выгодно и удобно решать вещи которые должны быть например в одной транзакции сделаны то есть в одной транзакции там должен быть например документ изменен другой удален третий создан и делить это на три разных вызова даже не то что невыгодно а неправильно поэтому я думаю что для основного приложения останется в любом случае RPC который на GVT построен а все остальное мелкие какие-то проекты действительно есть желание их переводить на общий API если все тогда спасибо коллеги аплодисменты Субтитры и Продолжение следует...